Здравствуйте, друзья! Вы видите интереснейший агрегат. Светлана, прокомментируй интересный агрегат. Дело в том, что этот агрегат, вот как бы как серия, да? Это не новость. Вот эта компания, Остер, она довольно таки известна. И они делают всякие кухонные причиндалы, и духовки, и ованы, все, что они делают. Значит, в чем заключается новшество именно вот этой штуки? Что у нее в одном, в одной духовке объединена и духовка, и коптильня. Здесь вот есть такие дырочки, вот они, видишь, вот дырочки? Вижу. Вот, и вот тут вот отверстие, да? Вижу. И сюда вставляется вот такая вот штучка, контейнер такой. Так, покажи, покажи. Контейнер, да? Стоп, стоп, не крути, я буду крутить камеры. Так, раз. Контейнер. И в этот контейнер засыпаются щепки. Да, вижу щепки. Вот я щепки купила, целый мешок этих щепок. Так, у тебя один уже тут стоит с этими щепками, они с двух сторон. Целый мешок этих щепок, видишь? Покажи, так. Черри, барбекю, смокинг чипс. Да, черри. Это специальные щепки для барбекю, да? Они специально построганы, определенные там толщины и все такое прочее. Дырочки, вы видите. Вот, и они вот сюда вставляются. Давай, вставляй. Вот, сюда на дно наливается чуть-чуть воды. Слушай, вот эта штука вся, поднимается, да, подними. Да, это та часть, где будет готовиться еда. А, так там ничего нет, просто посуда. Нет, нет, все вот эти вот электрические вещи, они построены по одинаковому принципу. Здесь есть основание, которое нагревается, да? Да. А вот эта кастрюля уже, в которой происходит сама готовка, она тоже передает воду. Ты сюда какую-нибудь воду нальешь, на пару. Я она сюда вот налью. Так. Так. В чем смысл того, что там есть пространство? Нет, ну как же, эту штуку же мыть надо, а то нельзя мыть. Это кастрюля, в которой готовка идет. Так. А там что? А там бейс, который нагревается. Ага. Нагревается через воздух? Нет, нагревается электрическим способом. Ну да, ну хорошо, но просто... Но там контакт, я думаю, ну как электрическая плита, но вот в этой кастрюле тоже есть. Хорошо, то есть ты думаешь, они там соприкасаются как-то? Ну, это же неважно. Мы не знаем. Ну хорошо, как-то... нагревается, видишь? Ага. А там он со всех сторон нагревается. Они все эти кастрюли... Ну хорошо, в общем, как-то они взаимодействуют и нагревается вот эта часть. Так, а что мы сегодня делаем? Значит, это эксперимент, да? Да, первый раз мы. Да. Причем эксперимент такой, вот если я на прошлой неделе делала утку, да? Да. Вот в этой вот кастрюле. Да, во второй. Да? И потом нам приходилось ее в духовке немножко обрумянивать, да? Да. Да. То в принципе, вот это и есть овен, и он же смокер. То есть ты можешь одновременно в нем и отбрумянивать, и коптить. То есть и духовка, и... Коптильня. И коптильня. Но, если ты будешь коптить... В ней можно коптить с самого начала. Так. Но копчение это довольно длительный процесс, и все эти щепки и дым, это все якобы не очень полезно. Да. Канцерогенные вещества и так далее. Но я подумала, что если чуть-чуть доводить, вот столько времени, сколько мы доводили в духовке, там 10-15-20 минут, то это не будет такой уж вредный дым, а запах дымка все равно будет. То есть будет привкус копчения, но она не будет уже такой 100% копченой. Оно будет мягкое. Ну, хорошо. Сегодня что коптим? В общем, мы... Сегодня у нас большие планы. Сначала я хочу попробовать рыбу закоптить. Причем, что за рыба, не знаю. Мы еще не купили ее? Нет, я ее купила, она насохнет. Но вопрос в том, что она, по-моему, вонючая очень. Знаешь, бывает рыба более вонючая и менее вонючая. В готовке? Да. Я боюсь, что она будет очень вонять, и я не знаю, какая она получится потом по вкусу. Я просто купила ее в магазине, потому что у нее была надпись такая, да, я потом посмотрела в словаре, якобы это копчушка какая-то большая. Я купилась вот на это название, но она не производит впечатления. Короче, мы... Экспериментируем. Мы занимаемся экстремальным копчением. Да. Это фен, а это вот рыба сохнет под воздействием фена. Видимо, Света ее помыла, и дальше хочет, чтобы там водичка просохла. Ну что же, рыбка. Рыбка заняла свои позиции на такой подставочке. Света, подставочка у нас из другого места была или она была куплена в комплекте? Она пришла вместе с этим. Но мы сейчас еще в нее градусник засунем. Ну, она как бы не приспособлена, нет дырочки, чтобы вывести провод к градуснику, да? А там такая маленькая, это самое, что нормально сейчас принесу. Давай. Вы видите щуп. Щуп. Вот я вам покажу. Щуп. Этот щуп. К нему кабель такой идет. Видите, он идет, 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 идет кабель. И приходит. Куда же он приходит? Ну, я пока не подсоединила ни к чему. Вот он. Приходит к разъемчику. Хорошо. Света, а вот я вижу, там ты водички чуть-чуть подлила. В чем смысл? Так положено по технологии. Так было написано. Я не знаю, многое добавила или мало, не знаю. Так, щуп вставляется в рыбку. Опа-на! Внутрь рыбки. Мы не будем мерить температуру в помещении. Мы будем мерить температуру в самой рыбке. Да? Да, но вот интересно, если она касаться рыбы, то она не очень хорошо. Вот так. Ну, более-менее лежит. И вот этот кабель пошел наружу. Вот то же самое, с другой позиции. Я показываю, как щуп пришел к рыбке. Машинка включена. Вот. Мы уже на улице. Мы на улице. Вот. В розеточку там. Все, что надо попало. Удлинитель пришлось взять. Потому что шнур короткий. Видите, какой? Так вот. Свет, а может накрыть чем? А мы сейчас накрым. Я вставлю термометр. А, давай. Значит, у нас есть два, так сказать, приемные передающие устройства. Одно нужно подключить вот тем разъемчиком. Да? Угу. Давай. А сейчас мы подключим. Он будет показывать, сколько температур рыбы. 63. А тот должен, по идее, это дело ухватить. А тот можно взять с собой, и он будет попискивать, когда дойдет до нужной температуры. Я правильно говорю? Угу. Вот. И где бы вы ни находились, друзья? Ну. Ну, мы можем его просто поставить на старт просто, чтобы мы знали, сколько времени занимает, да? Угу. Ну, вот у нас дизайнер был температура 140 градусов, а сейчас 63. Вот он уже с этим разговаривает. Это в Фаренгейтах так не будет. Да, вот тут 63, тут 63. То есть они уже разговаривают. Они уже общаются. Все, друзья, теперь никто не скажет, что мы что-то не то сделали, закрыли крышечкой. А вот, может быть, эту открыть? Нет, не надо, не надо. Нет, нет, нет. Нет? Слушай, а она припахивает уже. Значит, мы будем коптить на температуре 250 градусов. Здесь две колени стоят, они показывают, какая температура, да? Я сейчас поставила немножко вначале, потому что должны загореться вот эти опилки. Опилки должны загореться. Я поставила немножко больше температуру. Да. Как только оно начнет дымить. По-моему, уже дымит немножко. Я чувствую запашок. Ну, не через же ты чувствуешь запашок. Не знаю, какой-то запашок есть. Ну, оно может еще новое. Понял, понял. Надо принюхать. Видно, друзья, видно, что дымится. Я думаю, знаешь что, Света? Оно особенно дымится из-за того, что вот этот кабель приподнял крышку там на миллиметр. Ну, это правда, но другого способа нет. И вот оно оттуда вот продымливает. Надо будет дырочку просверлить. Какую дырочку? Ну, пощупай. Нет, ну тут вот есть дырочка, можно через нее, но тогда будет все равно открыто здесь. Ну, да, да. Пахнет очень хорошо. Я бы сказал, пахнет аппетитно. Ты знаешь, что вот они пишут, как бы советы дают по поводу того, какие щепки нужно класть туда. Да. Но я с ними не могу согласиться совсем. Они пишут, что там хикори и мэйпл и яблочные. А мы вишенку. Нет, вот то, что я попробовала, да? Да. Вишневые щепки самые лучшие. На наш вкус. Да. Проверяем, потому что, наверное, у меня... Настал, настал критический момент. Наверное, мы неправильно... Чего неправильно? Мы засунули вот этот щуп, наверное... Может быть, щуп, да, с решетки температура подгребает немножко. Ну, вот сейчас попробуем как-то так его протыкать. Палочкой. Ну, как? Скажи, Света, что там? Ну, рыба мягкая сама. Кости твердые. Ну, ладно, будем считать, что мы выключаем ее. Ну, давай. Надо сказать, что щепки конкретно совершенно... Ну, так... Не, ну, как, здесь они больше скорее... Немножечко... А у нас температура же очень низкая. Немножечко подрумянились чуть-чуть. У нас же низкая температура. Да, мы выключим это все. Вы видите утиные ножки в мультиварке. Скажи, Сонска, что с ними произошло? Они были сырыми? Мы решили пойти по пути на меньшем сопротивлении, потому что общипывать утку было не очень таким интересным занятием. Поэтому я решила обойтись только одними ножками. Купила ножки? Купила ножки. Уже общипанные? Прям-то общипанные. Ты сказала, общипывать утку? Общипывать утку, я имею в виду мясо с костей снимать. Потому что все ножки пообрезали, крылышки, а дальше ничего нет там. Ну... Вот, поэтому мы купили одни ножки, но сегодня мы будем экспериментировать дальше. Так. То есть это мы их сделали ровно как в прошлый раз, поэтому тут снимать делать зачем? Да, в чём их сварили? Ну, на пару. На пару, но с них под давлением, с них выпарился жир, вот и сука жира. Да. Там было меньше гораздо. Так, так это что, вот то жир, вот то жир, жижа, вот это. Ну, жижа, там яблочный сок, уксус, всё как положено, но с них выпарился очень много, потому что они под давлением греются. Так, в общем, кто хочет нюансов, было на той неделе. Так. Мы делаем практически то же самое, что на той неделе делали, да? Так. В отличие от того, что мы будем добавлять немножко копчения туда. Вот сюда. Так. Да. Маслица, нет? Это маслица, да? Так. Теперь надо понять, в каком состоянии сами эти ноги. А что понять надо про ноги? Насколько они разварились или нет, потому что я не могу. Можно ли их достать оттуда? Можно ли их достать, не поломать. Да, не ломается ничего. Так, так, так. Оп. Просто масло вот это и кладём. Так. Так что ли? Пока что да. Но это ещё не все. То есть не на решёточку ничего? Да, это решёточка. Это решёточка. А, это уже решёточка. Это уже решёточка. Я не сообразил. Это уже решёточка, а покрыта она таким специальным половичком. Это резинка, что ли? Это не резинка, это очень специальное такое покрытие, которое тоже гриль делает. Понял, понял. Я не сообразил, она по цвету как дно. А на самом деле там, я вижу, что там решётка есть. А сверху на решётке вот это покрытие. Единственное, что надо, чтобы так разложить, чтобы это покрытие не касало стенок. Ага, ага. понимаю понимаю ладно укладываем ножки в итоге как-то по-братски в тесноте да не в обиде значит они тут разлеглись и сейчас лучше стало видно что осталось после того как утиные ножки побывали в мультиварке это то что от них там набежала в составе команды замена вместо который был прошлый раз у нас сливовый соус это кто-то рекомендовал в интернете пишет или что творческая идея но сказать что так чисто внешне этот процесс по консистенции вот я бы сказал что вот это сливовое что-то ничем не отличается от того абрикосового джима но может быть чуть-чуть пожиже ну ты можешь попробовать на вкус как она немножко другое попробовал не надо смеяться на вкус совсем другой то есть он даже и не то чтоб сладкий я бы сказал какой-то может быть даже больше кислый и нет друзья это не джим это не джим вот так в жизни тоже так начала это смотришь думаешь человек джим оказывается человек соус обманчиво особенно вот девушки склонны по молодости лет знаешь они склонны глядя на джим думать что это соус и наоборот ты что-то глубоко сказал очень даже не реагируешь но я озабочена тем чтобы размазать это все что у меня этот джим и этот соус не стек равномерно размазался в этом смысле джима лучше он покрепче будет такой нет не текучий процесс продолжается что-то что светик надо сказать что эту утку я вообще не солила и не перчил вообще с ней ничего не делала пресная она пресная за счет единственный вкус еще от яблочного сока яблочного уксуса и вот этого вот вот этого вот соуса но в конце сам мы его посолим копченой солью у нас есть такая соль которая видит вкус копчушки не копчушки она вот именно пахнет копчением учением покажем что ли столь или ближе к делу так вот такой цвет на копченая соль ведь какая как соль может копченой а это ты на ней написала смог цаут ты после пересыпала в какую-то баночку я понял наши с прошлого раза остатки вот этого замечательного микса кстати да да можно засветить вот эти ингредиенты вот они я думаю что всем будет это интересно кейн шуга это вот это засветили вот это мама видос мне прошлый раз очень понравилась хорошая штучка и посыпем сверху пошли мама ситас просыпать очень приятный запах это специи это просто специи там много добра всякого потом уже на запекания но вы фактически не просто запекаем нас еще вот деревяшки будем так слегка подкакчивать и тем же самым маслицем я отойду тем же самым маслицем что мы сначала поддон значит приходили светит же маслицем опосредуется узко сверху так хорошо я камеру берегу отхожу от этого места что какое-то облако единственно что я сегодня утром коптила рыбу да что обнаружила что когда крышка закрыта да а дым выходит вот отсюда отсюда и вот отсюда дым выходит из дырочек да то все это идет на крышку да крышка очень такая жирная становится крышку закрыли фольгой потому что она действительно приобретала такие пятна в этом месте это правда дальше мы водрузили это все на обогревающую часть вот эту красненькую выставили температуру я большую поставлю потому что нам нужно как бы чтобы она грелилась не столько да вот и пусть она немножко когда начнет дымить я закрою клапан так вот немножко тут пространство какой-то ага дырочка видим ничего значит даем даем ей возможность поработать да в оставшиеся от утки содержимое но мы на рыб положили то есть картошка она не полностью в этом жиром она будет в этом парах потом ее вытащим то есть она будет в парах утиных жиров но это будет минут 12 вот они теперь тут двое на лавочке у нас стоят пахнет а на дворе друзья а на дворе солнышко зелень и те из вас кто помнит наш лимонный куст который буквально месяц назад реально но месяц но полтора его обрезали посмотрите что стало с кустом он снова разросся и на нем уже вместо простых лимонов уже какие-то целые арбузы что ли такие вот громадные такие вот какие-то дольками прям даже необычное что-то произошло вот так вот обрезаешь лимон не знаешь чем потом все кончится не подумайте друзья что мы такие уж прям обжоры не то что мы на голодании но все-таки но гости сейчас должны прийти и вот мы так на стол накрываем вот это можно сказать шпроты да я правильно это шпроты светиного приготовления самодельная и рыбка называется мойва вот пожалуйста та самая мойва и мы ее вот в наших агрегатах и сделали какой-то комментарий из по поводу моего свет я не знаю а какой должен быть ну что вот связано с ее изготовлением ну вот она готовится и два часа вот в этой вот мультиварке так и все на высоком давлении на ну что же лимончик пахнул это наш участка ваш лимон свеженький красавец друзья вы видите как дымит как дымит сорвавшаяся с катушек вишневое дерево опилками своими как она дымит и как неплохо выглядят эти утиные ножки они наверное ужались сильно в размере я правильно да а с тем как ты в магазине купала да вот такие существенного размера в общем-то деликатес это деликатес попробуем без жир с них стек они были на пару они на пару делались наши гости участвуют в процессе раз так 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 мало того значит там было написано что фольгу нельзя стелить сюда вовнутрь так чтобы она не пачкалась да поэтому а почему нельзя ну потому что тут наверно напряжение я думаю ой господи какое напряжение мать что ты ну как же это все нагревается но я думаю это хорошо изолировано от электрического я не знаю написано было что нельзя но нельзя вот поэтому а что я сделала вот то на чем она жарится специальный матик такой на котором тоже жарится все я думаю что весь гриз остался здесь а этот матик был в составе машине не 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 все это ты поставила спусту свой мальчик свой мальчик ты должна делать и комплексный продукт интегрированный которым ты комплектуешь и мать их машинку вы мачей томатик ставишь на это свой бренд и ставишь фольгу еще и фольгу для кольгу это не мое изобретение поскольку было написано машинки что фольгу нельзя да то я это вычитала на амазоне там где review пишут они сказали для того чтобы не пачкалась крышка вот так нужно сделать то есть они сказали что фольгу нельзя вовнутрь про про крышку никак никто ничего не говорил здесь они не догадались что кто-то так скажет ладно может быть они бы сказали и что и на крышу нельзя красота все просто вот друзья а вот что тут осталось никакой радости нет теперь мы оставим это здесь тут нам друзья говорят что в советском союзе если хотели хозяйки сделать комплимент когда не было повода особо вот говорили что хозяйки особенно удалить шпроты вот в нашем случае шпроты но или удалить или не удалить на сейчас попробовать надо но это таки да продукт хозяйки а не какой-нибудь рижской фабрики светочка вот это винегрет так называемый этап прошу по моему рецепту по твоему рецепту в чем смысл твои твоих таскать а ты хочешь мне все рассказала нет вот вы пора попробовать на особенность сначала я пробовал на гостях два разных варианта я спрашивал сначала гостей на гостях вы хотите с майонезом или с маслом так по закону или после когда стоит 2-1 то который с майонезом улетает а который с маслом нет то есть первое что здесь вместо масла майонез так все таки там есть еще другие секретики ну давай а я не хочу все секретики рассказывать а что же снимают а крича все таки нам нужно угадать какие входят ингредиенты нет грибов маринованных нет грибов маринованных грибов маринованных а дело не в ингредиентах а дело в том что когда в винегрете находится свекла она безумно сладкая и в особенности если поливать винегрет маслом так он получается очень сладкий я такой винегрет вообще есть не могу огурцы соленые все равно значит что я делаю я когда нарезаю свеклу отдельно она я наденна нарезала и налила в нее яблочного уксуса немножко ой и вот это и вот это свекла она теперь перестала быть такой сладкой нашим например сладко очень сейчас мы будем винегрет пробовать со шпротом скрывается картошка под давлением картошка под давлением я ведь я в военном уже как бы и приравнивается к боевым действиям раз подкрывай не бойся вот наш паровоз вперед летит кому не остановка и ну вот есть у нас пути в руках у нас винтовка вот это вот так крестит что как тот паровоз граждан все вот так паровоз команду и она должна совсем выкинуть не откроешь крышку но как-то перестала вот так знаете энергично вот нету больше фонта не такова но выходит потихоньку самое интересное что если больше нужно совершенно безопасно ну конечно пальцев ему не хватает вот так вот ножик я не открывала десертный ножик сметь это советский ножик да винтер ножик купленный у меня сейчас свои премии СКБ в университете связи да нам разрешили провести а то знаете было время нельзя было вывести мильтеровую вилку ложку когда сметанные родители лежали они нам оставили свой мильтер таможенники не пропустили а уже мы потом забирали свой и их вот так вот такие воспоминания бывают когда когда просто готовишь значит светик значит у нас там картошечка правильно картошка на полу пару она да на полу пару в жиже оставшиеся вот утки мне кажется что можно легко открыть срочку это так тебе кажется кажется нет должно не быть а почему он так долго то выходит я не знаю ну что давай свет я открыл снимай просто вот сними крышку вот все друзья та самая картошка о необходимости которой все время говорили большевики большевики эсеры свершилось свершилось хорошо теперь мы можем перейти к утке раз есть картошка вот 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 вот